В Калязне стартовал 19-й межрегиональный кино-арт-марафон из плены иллюзии сферы Возрождения. Мероприятие проводится уже в девятый раз и организовано администрацией района совместно с Тверь, Госфильмофондом, Союзом православных педагогов в Твери, Тверским отделением движения Народный собор, а также партнерами из Углича. Подробности в нашем следующем материале. Кино-арт-марафон – целый месяц различных мероприятий для детей и молодежи. В этот период школьников и студентов ждут встречи с интересными людьми, полезные беседы, творческие конкурсы, кинолектории. Открыл марафон круглый стол на тему «Быть русским, верить в Россию». Первым к участникам встречи обратился глава Калязинского района Константин Ильин. Поверяйте нас ради нашей молодежи, нашему будущему, потому что мы должны противовесить тому злому, которое у нас в мире есть, через интернет, через насыщение западного. Мы должны говорить и свое слово, чтобы на слово откладывалось в душах нашей молодежи. Подобные встречи задуманы с целью сохранения и приумножения традиций национальной и духовной культуры, патриотического и нравственного воспитания молодого поколения. Как говорил Борис Пастернак, во всем хочу дойти досуги. Вот желание дойти досуги – это главное. Это то, что должно вас двигать по жизни, а педагогам, естественно, эту дверь открыть и распахнуть. И сказать, ребята, вот если вы сюда пойдете, то там и ждет вас бесконечное пространство, в которое вы окунетесь, и вы там себя обретете. Это в такой невероятной степени, что вы станете под стать тем же самым великим людям. Красочное открытие киноарт-марафона прошло в районном Доме культуры, где собрались представители учебных заведений и активная молодежь. Одним из партнеров марафона стала кинокомпания «Русь из Москвы». В эти дни Калязин наряду с Тверью станет местом показа фильмов 4-го Тверского православного кинофестиваля «Русское сердце». В конкурсной программе кинофестиваля участвуют игровые полнометражные кинокартины, документальные фильмы и короткометражные игровые. Будет один фильм очень интересный, фильм 1989 года, называется он «Несрочная весна». Это первая в мире вообще экранизация Бунина. Творчество молодежи, русские песни, танцы, стихотворения России доказывают, что современные молодежи не чужды традиции. А уже через месяц в декабре в Калязине будут подведены итоги киноарт-марафона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...